Когда ты говоришь, что тебе что-то не хватает, это не реальность, это не то, как оно есть на самом деле, это твое восприятие того, что происходит. Надеюсь, ты осознал, что так, если у меня реально есть какая-то там цель, желание, я этого хочу, то я туда по-любому дойду. Шансов нет, что я туда не дойду, без разницы, любая цель на планете. И все, что может остановить, либо смерть, либо ты сам. Все, далее восприятие. Вот напомню, на твоем пути к цели происходит какая-то ситуация. Ты можешь испытывать раздражение, можешь испытывать переживания, можешь испытывать страхи, ты можешь испытывать какие-то вот эти мысли, да, откуда, что вот чего-то не хватает. Откуда это все берется? Это берется из твоего восприятия того, что происходит. Но ты должен увидеть четко, что восприятие обманчиво, оно не то, что есть, оно не реальность, оно восприятие. Это твое восприятие делает такой ситуацию. То есть, ты это испытываешь не потому, что ситуация такая, какой бы она ни была, а потому, что ты ее делаешь такой. Ты испытываешь страдание от того, что ты воспринимаешь ситуацию такой, какой ты ее видишь и из-за этого страдаешь. А не потому, что там что-то происходит. Оно не связано с тем, что там происходит. Я тебе приведу пример. Я приводил пример очень простой с ливнем. Вот идет ливень, дождь. И вот 10 человек воспринимают дождь. И вот один из них ненавидит. Он говорит, блин, какая ужасная погода. У меня сегодня была встреча, я опаздываю на эту встречу. Вот что за погода, туда-сюда. И вот его это злит. Его это вот раздражение в нем вызывает. Второй человек тоже бежит под дождем. Он говорит, вот, я только сегодня купил эту одежду. Вот и вот как она вот эта. Третий человек бежит под дождем и радуется. Просто прыгает. У него вообще никаких дел. Он свободен, он прыгает и радуется. Четвертый человек тоже радуется. Благодарит, потому что вот этот дождь поливает его огород. Он сейчас покушает. Еще там, не знаю, продаст овощей. Вот. И там целый городок еще рядом тоже радуется. Потому что вот сейчас это вот у них там, не знаю, год дождя не было. А тут идет дождь. И вот что-то происходит. Оно не дождь. Оно, вот эта ситуация, которая происходит, она не несет того названия, которым ты ее называешь. Дождь? Не дождь. Когда ты называешь долги, это не долги. Тебе внушили. Ты воспринимаешь это и называешь ситуацию долгами. Голоданием. Еще как-то. Еще как-то. Ты назвал ситуацию. Воспринимаешь ее и познаешь. Вот эти люди, которые воспринимают дождь и страдают, они страдают от своего восприятия. От самих себя. Ненавидят самих себя. Злятся на самих себя. Раздражены самими собой. Любят себя. Благодарят себя. Поклоняются себе. И все это они делают из-за своего восприятия. А не из-за того, что там происходит в пространстве. То, что происходит в пространстве, оно происходит. Оно не плохо, не хорошо. Не для любви, не для благодати. Оно не для чего. Ты сам своим восприятием познаешь это. Вот это надо прямо очень глубоко осознать. Все твои страдания, переживания, все, что ты испытываешь, ты испытываешь самого себя. Все, в чем ты кого-то винишь, ты винишь себя. Своё восприятие. Если ты считаешь, что кто-то что-то не так сделал, то это неправда. В реальности это неправда. И ты должен научиться этого видеть. То есть пока ты этого не видишь, ты не будешь достигать целей. Как может достигать цели человек, который не видит всё таким, какое оно есть? Который обижается на себя и винит в этом других. Это же фантастика. Когда идёт дождь, всё идёт дождь, оно происходит. Ты не должен на это злиться. Ты не должен этому радовать. Ты должен видеть, что вот сейчас это происходит. Что я могу сделать? Ты должен быть спокоен. Когда я иду к какой-то цели, и передо мной что-то происходит, ситуация, бам, долг, бам, какие-то люди, бам, что-то происходит. Я это не воспринимаю. Я наблюдаю это. И вижу всё, всю картину целиком. На меня не влияют никакие... То есть у меня нету резкой ответной реакции, которая вызывает восприятие, эмоции и соответствующую вот эту всю движуху. Происходит ситуация, наблюдай. Что там? Научись быть спокойным. Научись видеть то, что происходит перед тобой. Если происходит ситуация, ты её воспринимаешь, сразу там кто-то виновен, ты раздражён, зол, и всё, вот она твоя реакция, вот он твой путь. Всё, соответствующие мысли, решения и действия. Ведь это состояние, в котором, вот если ты идёшь к цели, вот куда бы ты ни шёл, спроси себя, как тебе будет туда легко дойти? Радостным, злым, благодарным, раздражённым. Как ты хочешь туда дойти? В каком состоянии туда хочешь идти? А кто решает, в каком состоянии тебе туда идти? От чего зависит то, в каком состоянии ты туда пойдёшь? Злым ты туда пойдёшь или радостным? От чего зависит? От того, как ты воспринимаешь ситуацию в пространстве. Явление в пространстве. От того, как ты воспринимаешь пространство. Если больше никто не виноват в твоем мире, если бы ты осознал, что то, что происходит, оно происходит, всё, оно случилось. Бам, дерево упало, дождь пошёл. Если ты видишь, что оно уже случилось, как можно злиться и обижаться на то, что уже случилось? Оно произошло, надо что-то делать. Зачем ты тратишь энергию на то, чтобы злиться, расстраиваться, переживать? Оно случилось. Действие, что-то делали. Если я куда-то иду, от точки А к точке Б, меня ничто не способно остановить, кроме смерти. Окей, я иду. От того, каково мне идти, то есть далее мне важно то, каково мне будет идти, то есть насколько этот лёгкий путь мне будет. То есть я могу идти мучаясь, могу доползти, могу сам себя убить по пути от своего невежества, да, то есть от своего восприятия. Могу с лёгкостью, беспрепятственно всё это пройти. И далее, от чего это всё зависит? От того, как ты воспринимаешь, насколько ты восприимчив, насколько на тебя способна повлиять ситуация. У меня был человек на обучении, он сидит и говорит, вот Анар, у него прям примерный доход там около 10 миллионов долларов в год, вот Анар говорит, я вот хочу быть миллиардером туда-сюда. Далее у него там происходят ситуации, когда, не знаю, что-то скакнуло, он потерял около миллиона долларов там за один день. Просто изменилась, так сказать, цифра. И я вижу, что он переживает, я ему говорю, смотри, ты же миллиардером хочешь быть. Он такой, ну да, я говорю, когда ты будешь миллиардером, я говорю, пока ты будешь завтракать, у тебя будет, ну просто вот, цена будет меняться туда-сюда, это может быть плюс-минус 10 миллионов долларов, будут просто туда-сюда приходить, уходить. Просто пока ты кушаешь. То есть это естественная, ну как бы среда твоя. То есть это, ну, это неизбежная штука. Оно так по-любому происходит, у всех так у них. И он сидит и осознаёт это. И вот это восприятие очень важно. То есть, если ты спокойно всё это воспринимаешь, то есть, ну, поставили салфетку, убрали, пришли деньги, ушли, появился дождь, исчез. Вот, ты идёшь куда-то, вот просто перед тобой что-то вновь, наблюдай это, спокойно наблюдай. Всё, что перед тобой возникнет, исчезнет. Ничто перед тобой не устоит, потому что ты неизменный есть, ты неизменный, ты не возникаешь и не исчезаешь. Вот, куда ты идёшь? Сядь, дойди, внутри дойди. Знаешь, что у нас случилось? Мы вообще моделировали, что там возникнет? Вот, представляй ситуацию, что всё, вот у тебя уже происходит всё то, чего ты хочешь. Манифестируй. И вот что там возникнет? Страх возникнет, переживания, мысли возникнут. А что если чего-то не хватает? А что если это? А что если, ну, там куча всего возникнет. Да, ну, просмотри всё это. Ну, не избегай. Ну, просмотри. Неужели, что оно больше, чем ты? Что, страх определить тебе сидеть или нет? Идти, не идти и так далее. Что ты убегаешь? Не убегай. Принимай всё, всё, что попадается тебе на пути, включая смерть. Что бы там ни было, всё, что возникнет, наблюдай это. Не отворачивайся ни от чего. Ты от себя отворачиваешься. Прими себя во всех своих проявлений. Что бы к тебе ни пришло, не избегай этого. Наблюдай это. Оно исчезнет. Потому что всё, что пришло, не вечное. Оно исчезнет. А ты неизменная. Ты не приходил и не уходишь. Но ты просто себя этим не знаешь, ты забыл. Но ты увидишь. Как только возникнет страх, он не сможет долго быть. Особенно, если ты его будешь спокойно наблюдать, он поймёт, что никого не задевает и исчезнет. Посмотри на то, что будет делать страх, когда ты на него начнёшь просто смотреть. Вот. Что-то возникло? Наблюдай это. Не оценивай, не описывай, наблюдай. И ты увидишь, как он растворится. Любая проблема возникла в мыслях. Где это всё возникает? Страх – это что? Это мысли. Чувства – это что? Это мысли. Все эти эмоции – это мысли. Проблемы – это мысли. Все твои слова – это просто мысли. И вот возникает что угодно, всё, что ты хочешь мне сказать себе и кому угодно. Посмотри на это. Оно растворится. Оно не сможет долго быть. Просто наблюдай это. Не оценивай, не описывай. А то, что оценивает и описывает, сдвинься ещё и наблюдай того, кто оценивает и описывает. Наблюдай того, кто боится к тебе. Наблюдай того, кто боится, того, кто переживает, того, кто сомневается. Это не ты. Это что-то в тебе сомневается, но не ты. Это что-то в тебе боится. Это что-то в тебе переживает, но это не ты. Наблюдай вот эту штуку в себе. Она растворится. Потому что она возникла. Все, что возникает, изменяется. Таким образом, вот ты в спокойствие идешь. Ум там накидывает. Чего теперь мне быть бесчувственным? Без этим, без этим. Это все он так пытается. Форма защиты, еще что-то. Просто наблюдаешь все это, не реагируешь. Не нужны все эти слова. Какая разница? Если что-то нужно достигнуть, все очень просто. Вот эти все колебания усложняют. Просто наблюдаешь их. Все, ты идешь. Идешь, возникает что-то, наблюдаешь, оно исчезает. Все, далее идешь. Возникает, наблюдаешь, оно исчезает. Все, и так далее. Не исчезает, наблюдай, пока не исчезнет. В себе вот эти все чувства, явления и так далее. Все переживания. Все, и спокойно, заново иди. Заново делай. Не то, что заново, а просто продолжай свой путь. Что еще делать? Ты что-то хочешь, иди туда, куда ты хочешь. Есть закрытый телеграм-канал, который я создал там уже как два месяца. Уже 3,5 тысяч человек в нем. Все они рады, благодарны. И в нем я передаю вот это недвойственное знание, как выйти в прямой опыт, тебе в прямом опыте все это познать. Также я там все рассказываю о том, как чего-то достигать и все такое. Все эти желания и цели и так далее. Вот, ну все, оно направлено на то, чтобы в итоге познать истинную свою природу. И, кстати, да, в течение двух недель возвращают деньги назад. То есть, если ты туда заходишь и чувствуешь, что оно тебе не подходит, не нравится и все такое, просто напиши в поддержку, тебе вернут 15 долларов назад. Субтитры сделал DimaTorzok